Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Последняя декада февраля и уже пахнет весной. У нас вот слышно в форточку, как птички поют, капает. И уже такое настроение радостное. Кто уже посеял для теплиц и видит свои такие бодренькие всходы, он радуется. Но тот, кто не сеял, у кого нет теплицы, и кто собирается выращивать томаты, перцы в открытом грунте, особенно начинающие, у них начинается такое волнение. Когда начинать сеять? Или в конце февраля, или в начале марта, или в середине марта. И вот сегодня прочитала комментарий Юлии Куропаткиной, которой я выслала томат трапеза влюбленных, и она спрашивает, для открытого грунта когда сеять этот томат? Я вот сейчас хочу поговорить о датах посева, чтобы вы поняли, что даже для открытого грунта и в одном и том же регионе даты посева у нас могут быть разные, которые зависят и от сорта томата, то есть от характеристики его, и от наших желаний, когда хотим мы получить этот томат. Вот начну с этой же трапезы влюбленных. Например, такие томаты, как трапезы влюбленных, там загадка природы. Есть много-много высокорослых, с сильными кустами, с огромными плодами. Я, например, вот эти томаты сею всегда в конце февраля. Вот для кого интересует, кто интересуется лунным календарем, сейчас в конце февраля будут две прекрасные даты, там 24-25, что ли, благоприятные дни. Но мне не важно, какие дни благоприятные. Сейчас полнолуние пройдет, послезавтра новолуние, то есть. И я весь конец февраля буду высевать вот эти позднеспелые, высокорослые, крупноплодные, которым нужно для формирования кустов, для формирования плодов, для полнейшего созревания, нужен более длительный период. Но тот, кто будет сеять в конце февраля, он должен уже предполагать заранее, что если весна будет позднее, если будут долго заморозки, то эти томаты рассадов может перерасти и придется, возможно, вот я для себя знаю, что мне придется, возможно, делать перевалку в объем большего, в больший объем грунта. Если вы не хотите делать никаких перевалок, ничего, вообще не хотите заморачиваться, чисто посеять, распекировать и потом в грунт, в феврале, конечно, это рано сеять тогда. Но тут, видите, две стороны медали. Сеять вроде рано в феврале, а если сеять в марте такие позднеспелые сорта, они у нас тогда в сибирском регионе не вызревают. И тут человек должен для себя сам выбрать дату и сам подумать, что он хочет. Или он хочет получить вовремя спелый, полностью созревший на кустах плод, но немножко весной похлопотать, приложить усилия к этому. или он не будет ничего делать, потому что, ну, возможно, занят, возможно, времени нет, возможно, не хочется вообще просто возиться, с этим заморачиваться. И он посеет в марте, но тогда половину плодов он согласен снять зелеными и будет дозаривать их дома. В ящиках, в подвале, еще где-то. Вот про это мы уже, я вам, надеюсь, объяснила, как очень доходчиво, что позднеспелые, высокорослые, индотерминатные, крупноплодные и даже не крупноплодные со средним весом лучше всего сеять в конце февраля даже для открытого грунта, иначе они не успевают вызревать. Но некоторым людям не принципиально, чтобы вызрел полностью весь куст, все там 5-6 кистей крупноплодных, они сеют в марте. И вот первая декада марта, если вы не хотите сеять в феврале, то первая декада марта, это как раз тот период, когда уже все у нас в сибирском регионе массово начинают сеять вот эти же опять высокорослые, крупноплодные все вот эти бифтоматы, позднеспелые, для которых нужен длительный период плодоношения. Но некоторые сибиряки, чтобы, да, ее выращивать нужно чуть подольше, у них срок более длительной вегетации у этих томатов. Но некоторые сибиряки не заморачиваются, и в первой декаде марта вообще не сеют ничего, а просто подбирают сорта с более коротким сроком вегетации. Сейчас это возможно, сейчас много новых сортов, которые и крупные, но в то же время они детерминантные, невысокорослые, у которых срок вегетации покороче. И поэтому дата ваших посевов будет полностью зависеть не только от вашего желания, но и от сорта, который вы подберете. Если вы подбираете среднеспелые сорта, то есть середнячки, они не скороспелки, но они и не позднеспелые, можете сеять 10 марта, 15, 20 марта. Вся средина марта мы сеем вот эти вот все томаты. Это массовые посевы. И, конечно, конец марта, начало апреля, мы уже можем сеять все ранние, скороспелые, все, у кого ранний вот такой срок созревания, 60-70 дней, 80, дальше 90, все, весь март мы сеем. Но видите, как разделяется. Кто-то будет сеять в начале марта, или по своему желанию, или вследствие выбора сорта вот такого. Кто-то будет сеять в конце марта. И тот, и другой срок посева, он приемлем. И начало марта, и средина марта, и конец марта. Если вы правильно подберете сорт, то все у вас получится. Теперь про перцы. Перец, конечно, если крупноплодный, если с длительным сроком вегетации, то лучше его уже отсеется в феврале. И лучше отсеется... Да там опять Алиса заговорила. Перебивает. Компьютер услышал, как я кричу, начал Алиса опять склинилась. Короче, перец, конечно, лучше посеять в феврале. Пусть даже вот последняя декада февраля. Потому что сейчас читаю комментарии, одна зрительница вообще написала, я отказалась от посева перца, потому что у меня не вызревает. Но тут два выхода. Или сеять в феврале, или если вы отложите на март, то выбирать только скороспелые сорта. Лучше карликовые. И вот первая декада марта, до 15 марта, еще можно посеять и перец успеть, кто не посеял. Но опять же, позднеспелый сорт бесполезно сеять. Он, конечно, вырастет, но спелых плодов вы не успеете, скорее всего, дождаться. Особенно у нас в Сибири. У нас сентябрь уже прихватывает. Это надо будет или пленками закрывать, или что. Но в начале марта, первая декада марта, до 15 марта, можно вполне посеять скороспелые, карликовые сорта, с коротким сроком вегетации. Пусть они будут не очень огромные, вот эти перчины. Они будут не толстостенные, но они все равно вкусные, ароматные и успевают вызревать даже на кустах. Все. Вот это коротко о датах посева в марте. Все еще можно успеть посеять, конечно. Можно и сейчас начать и высокорослые сеять, потом с перевалкой. Можно и вообще не сеять. Можно до средины марта до штатса посеять среднеспелые. Просто вы должны выбрать, каким вы будете, вот если вы начинающий, первый год сеете, каким вы будете огородником, который будет вот много-много времени уделять этому и сеять ран на перевалки, пересадки, там стопроцентный уход, ну естественно и соответственно урожай. Или вы хотите обойтись дежурным уходом и без всяких проблем вырастить, ну просто минимальный урожай, чтобы было немножко свежей под такой продукцией. Вот над этим подумайте и начинайте. В соответствии с этим решением. Или рано, со всеми такими вытекающими. Или попозже. Всё, до свидания.